Всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков и я продолжаю снимать цикл видео лекций о неврозах, панических и депрессивных расстройствах. В сегодняшнем маленьком занятии я отвечу на два вопроса, которые я выбрал из множества вопросов, которые приходят на электронную почту ВКонтакте, Спрашивай.ру и так далее. Два вопроса будут в принципе не связаны, но на самом деле они постоянно связываются у нас в терапии и мы с ними работаем. Первый вопрос о том, почему я не могу забыть парня после расставания, почему мне так больно после расставания, почему я так болезненно отношусь, допустим, к потере работы, почему мы так болезненно воспринимаем некоторые обстоятельства. Проще говоря, попытаюсь ответить очень коротко и очень емко. Не буду вдаваться в суть когнитивных нюансов, отвечу коротко. И второй вопрос тоже. Многим зрителям канала покажется уже пройденным, обыденным, но, ребят, этот канал смотрит множество людей и много из них первый раз смотрят. Роликов очень много, что-то они не видят и просят объяснить просто коротко схему вегетососудистых проблем и как это связано с панической атакой. Потому что много задают вопросов о том, паническая атака прошла, вегетативное СВСД прошло, а потом оно не прошло. В общем, я попытаюсь вам объяснить, как всё это выглядит на самом деле и выглядит это достаточно несложно. Я попытаюсь вам нарисовать это сейчас на самых простых бумажках, очень доступно, без всяких там каких-то заковырок научных, что ли, да? Значит, смотрите, давайте со второго вопроса начнём по поводу вегетососудистой дистонии и панической атаки. Прежде всего, смотри, ты считаешь, что у тебя откуда ни возьмись появляются вегетативные напряжения, вегетативные симптомы, а затем тебя может накрыть паническая атака, может не накрыть. Иногда просто вдруг откуда ни возьмись ты считаешь, что тебя накрывает паническая атака, либо почти накрывает. Вот если ты так считаешь, обязательно посмотри этот ролик и послушай. Значит, давай мы начнём схему с того, что у нас есть в дано, так скажем, ВСД. Под ВСД я буду сейчас понимать просто вегетативную проблему именно телесного характера. Просто вегетативная дисфункция тела. Так напишем, окей? Слушай, я сейчас посмотрю, не перевёрнуто ли. Вроде нет. Хорошо. Вот у тебя есть вегетативная проблема. Тахикардия, ком в горле, нехватка воздуха, головокружение, слабость, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Затем у тебя есть такая проблема, которая называется паника. Напишу коротко. ПА. И вот так ты понимаешь суть своей проблемы сегодня. У тебя есть вегетативные симптомы, иногда у тебя возникает паника. Вот так ты понимаешь своё расстройство, свою проблему. В действительности давай сейчас разберёмся. Как ты из вегетативных симптомов рождаешь паническую атаку. А можешь её не рождать. Здесь всё очень просто. Если ты хочешь детально, посмотри ролики предыдущие. Там детально. Коротко отвечу так. У тебя возникло вегетативное напряжение. Опять же, потерять ладошки, головокружение, слабость, тахикардия, подъём давления, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И ты об этом что-то подумал. Вот здесь у нас будет такая вещь, которая называется автоматические мысли. Эти мысли промелькают очень быстро у тебя в голове. То есть ты вегетативное состояние как-то оцениваешь. И эти мысли можно примерно охарактеризовать так. Ой, я сейчас умру. Ой, это инфаркт. Ой, это инсульт. Ой, а вдруг я потеряю контроль. Ой, ой, ой. А вдруг сейчас. Сейчас именно вот эти мысли ты и пугаешься этих мыслей. То есть если бы этих мыслей не было, никакой паники бы не было вообще. Соответственно, смотри ещё раз. У тебя возникло вегетативное напряжение. Ты о нём подумал, что это смерть, прелюдия, значит, к катастрофе и так далее. Испугался от этого понимания. От испугу у тебя, естественно, выбросился адреналин. И ты запаниковал. Вот это очень простая модель на пальцах, чтобы ты понял, что происходит. Значит, проблема здесь в чём заключается? Почему у нас клиенты говорят, у меня прошли панические атаки? Они не прошли. Ты просто, испытывая вегетативное напряжение, перестал интерпретировать его как угрозу. Ты понял что-то, тебе объяснили. Ты посмотрел видео, тебе разжевали. И ты понял, что вегетативные симптомы, это педаль, газы и тормозы, это проявление эмоций, в этом нет ничего опасного. От этого мы не умираем. Сколько раз это было, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И ты просто это понял. И у тебя вот эти мысли, которые интерпретируют вегетатику, больше не создают паники и катастрофы. Соответственно, паническую атаку мы зачеркнули. И люди говорят, вау, больше не кроет. Ты просто перестал интерпретировать вегетативное напряжение как катастрофу. Вот это понятно? Окей. Но вегетативное напряжение почему-то осталось. Люди не могут понять. Панических атак нет, вегетативное напряжение есть. Ребятки, а вы не задались вопросом, откуда у вас изначально вегетативное напряжение возникло? Которое потом вы интерпретировали неправильно. И вот здесь возникает следующая история. Что на самом-то деле ситуация заключается в следующем. Есть три варианта. Больше тут не нужно ничего придумывать. И вот после этих трех вариантов есть опять же автоматические мысли. Объясняю. На этом листке или не на этом? Где тебе лучше это объяснить? Наверное на этом. Смотри. Первый вариант. Когда ты думаешь, например, ты сидишь дома и говоришь. Мы это называем ожидание. Страх ожидания. Если у тебя уже есть такая проблема. Оже. Страх ожидания. Ты сидишь дома и говоришь. Блин, а вдруг я сейчас пойду, меня накроют. Блин, а вдруг это будет так ужасно. А если случится? А если накроешь, что делать? Я не хочу это терпеть. Это невыносимо. Сколько можно? Только бы не накрыло. От этого страха ожидания у тебя и формируется вегетативное напряжение. Соответственно, глупо надеяться на то, что от страха ожидания, что оно будет, его не будет. Оно и будет. Потому что ты от ожидания опять думаешь об этом страхе, что это ужасно, недопустимо, как это все задолбало. И само по себе ожидание и провоцирует вегетативное напряжение. Даже если ты потом его не переведешь в панику со словами, да, опять оно есть, но всякое бывает, бла-бла-бла. Оно все будет. Второй вариант. Когда возникает вегетативное напряжение. Когда у тебя есть какая-то локальная ситуация в локальном месте. Ну, например, два примера. Первый пример. Ты едешь в автобусе, конкретно в автобусе, и думаешь, блин, что-то душно, а вдруг что-то со мной случится, а вдруг я не смогу выйти, а вдруг что-то произойдет. Опять же интерпретируешь это тревожно, и опять же у тебя испытываешь вегетативные симптомы. Второй вариант. Ты едешь в том же автобусе, и тебе наступили на ногу. И ты думаешь, блин, вот скотина, почему он наступил, почему не извинился, как так можно? И у тебя опять возникли эмоции, и опять вегетативное напряжение. Третий вариант. Ты пошел куда-то выступать или что-то делать, и ты думаешь, блин, а вдруг не получится, а как обо мне подумают, а что случится? А если я плашаю, а если я облажаюсь, как это будет выглядеть? Я же не должен. Опять это вызывает вегетативное напряжение. Вот и все. И третий вариант. У тебя в жизни есть обстоятельства мама, папа, муж, жена, ребенок, деньги, карьера. И вот именно в третьем варианте есть какие-то неразрешенные внутренние вопросы, какие-то противоречия, какие-то эмоциональные перегибы, неразрешенные ситуации в семье, неразрешенные ситуации с деньгами, на работе. И это тоже интерпретируется как безысходность, как неправильность, как ужасность. И опять же это вызывает вегетативное напряжение. Итак, я подытожу. Что есть три варианта, по которым изначально вегетативное напряжение происходит. Либо ты ожидаешь уже имевшегося вегетативного напряжения или паники и создаешь этим вторичную эту проблему. Второе. Ты в локальном месте образуешь это вегетативное напряжение путем интерпретации случившейся ситуации или происходящей ситуации. И третье. У тебя в жизни в целом есть какие-то обстоятельства, на которые ты смотришь крайне негативно, крайне предвзято, крайне эмоционально. Что-то ты не можешь разрешить, где-то ты не можешь принять решение. И это опять же интерпретируется тобой как всё невозможное. И опять же тебе возникает вегетативное напряжение. Именно поэтому, когда люди говорят лечение панических атак и лечение ВСД, это в корне профанация и неправильное понятие. Потому что панические атаки не лечатся. Мы просто объясняем, что вегетативное напряжение не опасно и учим понимать это. И тут нет никакого лечения. Они не лечатся. Они просто либо возникают из-за испуга, либо не возникают из-за испуга. Второй вариант. Почему не лечится вегетативная дистония? Потому что вегетативное проявление – это естественное следствие твоей реакции. Либо на страх ожидания, либо на локальную ситуацию в локальном месте, либо на жизненные обстоятельства, которые затянулись и не решены. Соответственно, твоя вегетативная проблема решится только тогда, когда у тебя решатся какие-то вот эти три варианта. А решить их можно только с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии, научаясь смотреть, как ты взираешь на все эти варианты. Найти для себя решения, найти для себя прагматические выходы, найти для себя рациональное мышление в этих ситуациях. Тогда у тебя не будет такого перегиба в эмоциональном фоне, и вегетатика не будет шкалить. В самой вегетатике проблем нет. Вегетатик – это показание перебора в этом вот отношении. Это понятно? Я надеюсь, я коротко объяснил очень непростые вещи, которые порой долго не могут понять люди. И второй вопрос по поводу отношений. Почему мы расстраиваемся, когда нас бросают люди, когда мы потеряем работу, депрессии, суициды и так далее? Возьмем девочку. Жила-была девочка Маша. Вы эту сейчас формулу можете проецировать на все, что угодно. Жила-была девочка Маша. Вот так будет у нас девочка Маша выглядеть. И она познакомилась с мальчиком Иваном. У нас есть ребятки. Вот они познакомились. И девочка Маша сама. Или вы устроились на работу. Я не знаю. Или что-то произошло. Не важно. Подстраивайте под себя. Случилась такая история. И девочка Маша начинает видеть через этого мальчика или через эту работу невротическую историю. А не прагматическую. Очень важно. Суть невротической истории заключается в том, что девочка Маша уже построила кучу невротических планов. Как они будут жить. Как у них будет, значит, складываться их будущее. Как они там, значит, поженятся. И как они будут воспитывать детишек. Какая там у них будет собака. Как это все будет круто и весело. Она нарисовала целый сценарий через этого мальчика. Или через эту работу. Вы уже нарисовали себе эту перспективу. И живете этой перспективой. И смотрите, внимание, и смотрите на мир через этого мальчика или через эту работу. Создавая себе некое четкое видение будущего. А теперь представьте, что будет происходить, если в один прекрасный момент вас увольняют или этот мальчик говорит, что я что-то пошел. Все. И эта девочка начинает понимать, что у нее померкло впереди все. И поэтому многие люди в депрессии видят, что у них нет будущего, что у них нету жизни и нет вариантов. А кто тебя просил через этого человека или через эту работу рисовать такой четкий плановый невротический сценарий, который, естественно, накрылся, когда накрылся этот парень или эта работа. И, естественно, ты якобы в безвыходности и тупике. Объективно мы понимаем, что на самом деле будущее многомерно. Но никто не просил тебя через этого человека вот так выстраивать концепцию твоего будущего. Детализировано. Если ты сделаешь такую ошибку, ты подставляешь себя очень сильно. И как только у тебя случится что-то с этим объектом, через которого ты видела будущее, у тебя будет депрессия. И это касается мужчин, женщин, работы и всего остального. Всем этим занимается когнитивно-поведенческая терапия. Ваш покорный слуга. Приходите на семинары, посмотрите вебинары, смотрите DVD. Сейчас все это доступно на сайте. Заходите без невроза.тв, смотрите, изучайте, записывайтесь в группы, голосуйте за свой город. Я приеду, два дня буду все вам рассказывать, учить, помогать и объяснять. Спасибо вам большое. Крайсков Алексей, Невроза Мегаполиса. Увидимся в вашем городе или на просторах интернета. До встречи. Спасибо. Продолжение следует...